Девушки отдыхают Могу нормально говорить Я сейчас хочу минут 15-20 вашего занять Вопрос посвящен фактически заселению нуклеусов Интересно? Да То есть вот сейчас озвучена была система насыпная Кто читал статью мою о нуклеусах в пасечном журнале? Гринькова Ох, нормально Это реклама Значит, я сюда приехал Этот самый Смотрите Существует принципиально две системы заселения нук То есть заселяются Насыпные нуки Это расскажет Что-то не то Это ваша пасека Это только что закладчатся, папа Пошли Вот Вот эти ротараты А в их хонной Пасека та же Илайн вот стоит 100 Это как раз сайт Это их не мешает То есть по-русски запрос надо сделать Напишите линия 100 Он сюда выведет Пчелы линия 100 Значит У меня как-то вопрос Я принципиально Мне не нравится Система заселения нуклеусов Насыпка чел Поэтому Я задался целью Создать улей И обеспечить в этом улей условии Зимовки пчел на нуклеусной рамке Значит Для этого Работу пришлось В несколько этапов Привести Я попробовал сначала Нулей брата Адама Зимовал Льнить Правильно, да? То есть там рамка Размером Ширина 200 мм Высота 300 Кстати Вот В этих нуклеусах Что-то я сомневаюсь Что там 1,6 рамки Наверное Немножко больше То есть Одна шестая рамки Это 145 на 145 А там наверное Одна треть Все-таки По площади То есть у меня Почему Рамка 1,4 додана В нуклеуса И у нее размер Составляет 200 на 145 Рамка наполовину Вот в этих больших нуках Которые Начали зимовать Значит ширина 200 А высота 300 Полдодановской рамки То есть В зиму идут От 4 таких рамок Это 2 додана До 8 Это 4 рамки додана Зимовка Исключительная Значит Вот тут сегодня Выплывал вопрос Зимовалые матки В принципе В доданном скамуле Разгороженные На 4 отделения Можно зимовать 4 матки Можно Зимовать 2 И 2 Это намного Проще Мне Почему Потому что Все-таки 4 семейки На 4 рамках Это такой Скользкий вариант Потому что Там одна Может 2 улочки Одна Три Та 2 с половиной Они под перегородку Если сядут Все нормально Если Не дай бог Одна уйдет Хана А 2 И 2 Теперь Цена Я люблю еще Мало того Что ничего не делать Так еще и считать Зимовалая матка Стоит 300 гривен А матка В августе Стоит 250 Если я пущу В зиму 10 зимовалых маток Это будет 3000 гривен Если у меня Из них пропадет 2 То я уже попал А такое Очень даже Может быть Так что Получается Есть смысл Объединить Нуки Немножко сделать Их посильнее Но Улучшить Стабильность Зимовки То есть Вот зимовка На 5-6 рамках О которых Мы говорим 200 на 300 Она в принципе Идеальна Для того Чтобы зимовать Пчел такой силы Необходим И теплые улья Я там Немножко Анализировал В принципе В дереве Этого достичь В наших условиях Харьковская область Зимовка на улице Невозможно То есть Надо переходить На более теплые улья Можно Идти двумя Кутями Денис Не поднял Это Пенополистирольные улья Причем Сейчас По новой технологии Все это делается Очень хорошее Качество Получается И вот То что я Использую Это Пенополиуретан Значит Экспериментально Подобрали Толщину стенки 40 мм Крыша Тоже 40 Ну идеально Вообще Было 50 Но вот Эти 10 мм Стоят Дорого Тут Уже Экономический Фактор Стрельнул И ушли На 40 Хотя Опять Я ж хитрый И ленивый Я еще раз Повторю Мы Ну вот Конкретно Внизу Там лежит Улина Видели На Десятирамочный Вот этот Корпус Из Пенополиуретана Стоит 11 Доллар Магазин 300 Бирин Приблизительно Крыша Стоит 14 Долларов То есть Из-за того Что у нее Масса Пластика Дорогого Большая Она дороже Стоит Для того Чтобы Получить Теплую Крышу Ну и дешевую Мы сейчас Используем Пенополистирол На крыше Почему Потому что К нему Требования Именно на крыше Намного Меньше То есть У нее Ни силовых Там опор Нет Недоступ А там Пчел Собственно Горяк Этой Крыше Значит Делается Корыто Металлическое Высотой 60 Миллиметров На Обвязку Корпуса И в это Корыто Вовнутрь Вкладывается Пенополистирол Обычной Плотности 40 Толщиной 40 Миллиметров Дальше Идет Или тут Пленка Или там Можно Тоже Защитить Чтобы Не было Прямого Контакта Пчел Потому что Они его Прогрызут Это уже Однозначно Значит Пенополистирол И пенополиуретан Плотностью 100 Пчелы Практически Не грызут То есть Вот это Плотность 100 Можно Его Помацать Посмотреть То есть Это Вот Мой Семь Двух С половиной Зимой Синички Находят Подмор На дне И Выколупывают Его через Сетку Ну и Соответственно Аж беспокоят Зимующих Чок Там Цверинька Не идет А еще Прилетает Зеленый Дятел Вот это Курва Еще там Он Находится В Красной Книге Именно Зеленый И он Долбит Все Подрат На пасеке Ему Пофиг В деревянный Или Пластиковый Разбомбить Рамку Верхний Брусок Через Крышу Уходит 10 минут Вот такую Дырку Он туда Залазит Когда Чуть Теплеет И пчелы Вылетают Он их Боится Все Пропадает То есть У него Оптимальная Температура Минус Десять Минус Двадцать Для работы И он Пчел Не жрет Он жрет Только мед То есть Он Лазит По нуку Вычисляет Здесь сидит Клуб И дырку Бьет С другой Стороны То есть И в ульях То же самое В пенополиуретановых ульях В одном Только Возле ручки Пробил дырку Наспусть Ну и кто там А в пенополиостироле Сорок плотности Это для него Так Ну секунда Дела Раз Бабах Такие улья Еще Не было покушений Ну ждем Именно Самое интересное Что именно Вот зеленые Летают обычные Дятлы Ну пришел Постучал Там Посмотрел Там Туда-сюда Ну полетел Там Типа А этот же Этот самый Причем наглый Метра на два Можно подойти Когда ружья Нет Этот самый Ну дальше Перейдем Там уже То есть Вот этот улей Адама Зимует шикарно Проблем нет Но я его Четыре отделения Вынимаю Перегородки Объединяю Два отделения По восемь рамок И де-факто Зимует Шесть-семь Весной Эти семейки Довольно быстро Растут И обычно Где-то К 10-15 Мая Они занимают Все восемь рамок То есть Надо их Разбирать И заселять Другие Нуки Коэффициент Размножения Одного Улья 12-13 То есть Одним ульям Можно заселить 12-13 Мест Ну Тут же На место Перейти То есть Если на улья На четыре разделить Три-четыре То есть Это довольно удобно И этим можно Пользоваться Но опять У этого улья Остается Минус То, что Из-за большого Объема Тяжело Работать Две рамки Там очень длинные Проблема Когда достаешь Нужно маток Подавить Все-таки Она не идеально Ровная И 300 мм Много Были рутовские Кстати У дочинца Рутовские Приблизительно На эту ширину Две штуки Легче работать Ну там Немножко С зимовкой Проблемы Есть Ну и По нуку Ну работают Они в принципе Ну это уже Как говорится Опускай Прилучиться Пошел дальше Я Думаю Надо рамку уменьшать Причем Как-то еще Надо Следующий Улей Я Ну сотрал Позаимствовал Это Улей Егошина Значит Он из Пенополистирола Толщина стенки 25 5 рамочек 1 шестая Это 145 на 145 То есть Или одна треть Магазинки Я Таких Улей На коленке Там Ножом Потом Пилой Они кстати Делаются Из простого Пластика Элементарно Но у них Живучесть 2-3 сезона То есть Их просто Пчелы Разгрызают Потихонечку Когда Сильно Особенно Ну в принципе Он себя За это Отбивает Я когда-то Считал Такой Нух У меня 17 гривен Получался Стоит Кстати Для примера Скажу Что этот Стоит 650 Но он Себя Отбивает За сезон Работать Нем Легче Улей Егошина Там 5 рамочек То есть Я их Заселял Там Ну Насыпную Там Поначалу Потом Сделал У Егошина Тоже Есть Зимовал И Улей Для Зимовки На Этих Рамках Очень Грамотно Спроектирован То есть При толщине Стенки 30 мм Если Мы Сделаем Корпус Который Который По наружным Размерам Подчеркну Составляет Половину От стандартного Магазина То есть Ставим Если Их Вместе Они Четко Размер Как стандартный Корпус И При этом Вовнутрь Туда Как раз Помещается Эта рамка 145 На 145 То есть Он так и ставит На дно Дно Ставит Два Корпуса Рамки Поперек Ставят 12 штук Таких Маленьких Их Стандартной Рамкой То есть Можно Один Корпус Поставить 10 Рамок Стандартных Потом Два Магазина В них Соответственно 24 Маленьких Рамочки Становятся И Он Может Загнать Матку В принципе Вырастить Расплот И Вот Эти Половинки На своем Дне Их Можно Эксплуатировать Как Доноры Тоже Не парами По одному Своя Крыша Своя Ну Вперед Работает Я Такой Ну Облет Классный Кстати До 6 Маток С места Там Когда Расставляешь И Хорошо В принципе Вот это Объединение И там То что На картинке Было 4 места Оно Все таки Несколько Снижает Коэффициент Облета Или Потери Увеличивается То есть Блуждание Все таки Облета Облюдаются Хотя Красится Каждая Стенка В свой Свет Крышек Кстати Имейте Ввиду Крыша Очень Сильным Ориентиром Является Разного Цвета То есть Потом Тут Прилетка Вставляется Есть Паз 4-х Миллиметровый Пластик Они Все Тоже Красятся В свой Свет Это Для Улучшения Ориентировки Все равно Букают В принципе Как Довится Бакфастая Что Сделать Значит Я Попробовал Зимовать Вот эти Нуки Петерамочные Значит Они Взиму В принципе Должны Иметь Силу Три Корпуса И из них Два Два Корпуса С медом То есть Десять Рамок С медом И всего Три Корпуса Пчелы Значит При Зимовке На улице У меня Получился Коэффициент Зимовки 0,5 Причем Иногда Матки Зимовали А пчелы Остается Настолько Мало Наизношено Что они Не в состоянии Даже Расплод Выращивать Весной Причину Я вижу Это в том Что Во-первых 25 мм В толщинах Даже ППС Это мало То есть Он Держит Плохо Тепло Оттуда Вышел Размер Потихонечку 30 35 40 То есть На 40 Остановили 40 Нормально Может 50 Еще Лучше Но Это Уже Цена Другая То есть Остановились На 40 Все нормально Пока По рамке Ну Егошина У Егошина 5 рамок Но Перегородил Тинопласт Ну Приблизительно Вот такая Перегородка По толщине Получается Два деления По две рамочки Шикарно Работает Пчелы Два раза Меньше Облет Такой же И качество Маток Не страдает При этом Во время Облета Ну Тоже Там Есть Проблемы Со Слетом Если Передержите То есть Конечно Пятирамочный Лучше Получается Зимовка Мне не понравилось То есть Я Меняю Улей И сразу Пытаюсь Немножко С рамкой Скорректировать Потому Что Размера Явно Было Мало То есть Появляется Рамка Шириной Двести Половинка А не Трех И Треть И С этой Рамкой Вроде Удалось Решить Проблемы То есть Получилось У меня Для того Чтобы Обеспечить Зимовку На нуклеусной Рамке Размером 200 на 145 Используются Вот такие Корпуса То есть В этот Корпус Помещается 10 таких Рамок В эксплуатации Его можно Поделить Пополам 2 по 5 Сделать Или Я использую Их 4 по 2 Это Нуклеус С чего Начать С весеннего Заселения Или подготовку В зиму Давайте Подготовку В конце Сезона Мы имеем 4 места По 2 Рамочки И там Пускай На какой-то Момент Находится 4 плотных Матки Мы решили Что заканчиваем Сезон И Убираем Отбираем Ну Допустим Матку Из одного Отделения На следующий День Через сутки Или в тот же День У меня Вот такие Перегородки Применяются Не Вынимая Перегородки Я выкручиваю Вот эти Два Шурупа Пишу Номер Нука И номер Перегородки И эту Планочку Снимаю Перегородка Остается Стоять Внуки При этом У меня Пчелы Одного Отделения Через Вот этот Зазор Вместо Верхнего Пуска Переходит Во второе Отделение И через Сутки Я Вынимаю Эту Перегородку И они Объединяются Вместе В одном Следующем Отделении Матко Ездит Убийство Маток Было Ну Где-то Один На Четыреста Мест То есть Бывает Матку Грокают И тянут С вещами Я считаю Что это Мизер И Очень Высокий Результат В дальнейшем Можно Объединить Еще Отделение Которое Рядом Две Плюс Две Сделать Пять Фактически Стоит Четыре Там Пятую Рамку Нет смысла Ставить Потому что Нет Пчелы То есть Получается Две Половинки По Четыре Рамки И И В конце Концов Я Удаляю Посредине Перегородку Получается Становится Восемь Рамок Там Для Облегчения Све Работы Я Во время Последнего Объединения Сюда Ставлю Две Полнометные Рамки И Тут Находится Одна Плотная Матка Срок Вот Эту Работу Нужно Сделать До 20 Августа Позже Будет Пролет Потому Что Они Не Успеют В этом Объеме Нарастить Пчелу Для Зимовки Чем Меньше Объем Нуклеуса Тем У пчел Меньше Вероятность Вырастить Эту Пчелу Просто Силы Пчел Не Хватает Полноценно Вырастить Личинку Пчелы Нужен Объем Объем Минимальный Это 5 Рамок В 5 Рамках Уже Что Получается То Что Может Зимовать Лучше 10 Такие Нуки У меня Стоят На пасеке По 4 Штуки На подставке 2 метра Там была Вкладка Похожа Только У меня Между Стойками Больше Места У меня Места Больше Моучаствует То есть Я Формирую К моменту Объединения 2 Нука Которые Сдвигаются Вплотную Кстати Еще По литкам Тут 4 Литка Если Мы Вытягиваем Перегородки Тут Варианты Коти Объединяются Крайние Отделения У которых Литок На теплый Занос И Центральный У которого Холодный Занос То есть Если Вот так Оставить Со Времени Пчелы Вот этот Литок Бросят А Пользуются Не только На холодный Занос Литка То есть Этот И плохо Охраняется Они Обычно Литрополисовать Или просто Охрану Выставляют Но Не летают Через Ставить 10 Рамок И Тут Есть Одна Матка И Оставить Все Четыре Литка Работают На Два Литка Оба На Холодный Занос То есть Я После Объединения Сразу В эти Литки Закрываю Пижаму И Убираю Прилетку То есть Отсутствие Прилетки Говорит О том Что Тут Уже Объединено Деление И Запыжовано 40 Миллиметров ТПС То есть Никаких Тепловых Перепадов В этом Месте Нет И Нет Ничего Когда Я Объединил Все Четыре Отделения Остаются Два Литка Этот И Этот То есть Там Надо Ну Можно Шутку Юмора Сделать Какую Берешь Ну Вот так Вот Ставишь И Один Из Литков Закрываешь Пчелы Прилетают Нема То есть Они Куда Прилетают Смотрите Стоял Так Летали С этой Стенки С этой Они Прилетели Сюда И Сюда Сюда Посмотрел И Сюда Посмотрел Увидел Прилетку Ага Леток Есть И Ети Что же То есть Они Очень Быстро Находят Этот Единственный Леток Если Не Трогать Одни Летают Без Проблем А Этим Будется Весюлье Путывать Они Могут Найти Вот У Который Стоит Они Вот Сюда Залетают То То есть Проще Повернуть Шутку Такую Делать Работать Можно Потихоньку Назад Вернуть Почему Назад Вернуть У меня Когда Стоит Уже Ну Пока Еще Четыре Но Два Улья Стоят Рядом Относительно То есть Должен Работать Этот Леток И Вот Этот Раз 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 Стоит Общая Идея Для Того Чтобы Сделать Объединение И Опять Получится Вот Такой Точно Юмор Что С Этой С С В В В Корпус Общий Один Этого Нужно Убрать Одну Матку То есть Ленты Все равно Есть Я Матку Забираю Чем Это Раньше В принципе Сделаю Тем Лучше Потому Что В таком Объеме Матки Вот Так Вот Место Самое Интересное Что В состоянии Обслужить Так Что Не Нужно Надо 7-8 Как Это Делается Одна Матка Забирается Через сутки Кладу Газетку Сюда Классический Верну Наверх Дырочки Бум-бум-бум Через сутки Через двое Так только Патраха Полетели То есть Там Так Отодвинул Посмотрел Бумага На полу Все Объединились То есть Снимаю Корпус Снимаю Газету Получилось 10 Плюс 10 И тут Я уже Хвалил Что Я две Рамки Полнометных Ставил То есть Их тут Уже Четыре Полнометки Стоит Для Организации Зимовки Нужно Будет 8 Полнометных Рамок Нуки Я принципиально Не кормлю Нельзя этого Делать Потому что Пчела Сработается Нужно Иметь запас Я там расскажу Как это Делается Делается То есть Фактически У нас Нук Объединился И потом Опять Такую же Процедуру С летками Нужно Оставить Один Литок Нижний Корпус И Такая же Точная Конструкция Стоит Тут У него Литок С этой Стороны Для Чего Это Делается Зимой Я их Подвину Вот Так Вот Получается Такая Конструкция В двух Корпусах Собирается Общий Клуб Отличительная Способность Вот Эти Пули Уже Они Довольно Точно Сделаны Прилегания Очень Хорошие То есть Они вроде Отдельно Клуб Все-таки Сидит Под стенкой Даже При такой Толщине То есть Вот так Они Уже Зимуют Во Корпусах Обычно Если Там Вот В этом Год Особенно Слабоваты Получились Из-за Ситуации С клещом С погодой С взятком То есть Я их Сокращаю Выбрасываю Пустые Рамки И Добавляю Полнометными Чтобы верхний Корпус Полностью Сформировать На Шесть пар Семь пар Самая сильная Восемь пар Восемь пар Это получается Четыре рамки До данных Нормально До такого Но есть И шести Можно Я игрался Перегородить Пополам Две Матки Зимовать Но это То же Самое Что И вот С теми Если Кто-то Пропадет Шкурка Вычинки Не стоит То есть Проще Работать Объединил Поджал Под одну Схем Водить Нормально Зимой Весной Они развиваются Где-то В первых Числах Мая Они обычно Осваивают По корпусам 20 рамок Где-то 10 рамок 12 с расходом Обычно В это время Я ставлю Третий корпус Добавляю Корм И они Разбиваются Приблизительно 18-20 рамок С расходом И 10 с кормом То есть Получается В этом Листой 30 штук И я начинаю С него Забирать Рамки С расходом И заселять Луки Коэффициент Заселения 12 мест И остается Хвост Приличный Ну там Нюансы Я еще До конца Не доработал Очень мешает Налет пчел Старых Если оставлять Нуки На старых местах Некоторые деления Забиваются пчелой Потом тяжело Работать То есть Проще Вот этот дом Который зимовал Потихоньку Убраться Стеллажа Стеллажа То есть Заселять Нуки Там Где они Отдельно Стоят Чтобы Ледная пчела Не слетала А с этими Работать Отдельно Головняк Есть Сама Практика Заселения То есть Из этой Семьи Отбирается Матка Это По срокам Где-то 10 мая И Эта Семья Остается Без матки Там 6-7 дней За это Время Они там Даже Если потянут Маточник Ну Эта матка Соответственно На реализацию Уходит Зимовала Что-то Выходит То есть Идея Какая Мне здесь Нужен Печатный Расплод И молодая Пчела Чтобы она Не слетала Она Как раз За это Время Лупится И Открытого Совсем Немного Остается 6 дней Уже Яиц Нет И Ну Скажем Самая Молодая Личинка Это 3 дня Я Начинаю Отбирать Отсюда Рамку И закрываю Там Литок Ну Приблизительно Чувствуется Когда Профессионал Говорит Мысли Наверное Волне Идут Потому что Это Сам Делаешь То есть Ставлю Две рамки Маточник Как правило Сразу Или На следующий День Синер Под рукой Литок Закрыть Сеткой Сутки Через Сутки Я его Открываю Там Потихоньку Пчелы Вот тут И сетка Внизу Но Это Их Очень Сильно Раздражает Когда Они Не Могут Выйти То есть Открываешь Литок Даже Поздно Вечером Они Выскочили Побегали Зашли Смотришь Затих Успокоились То есть Уже Дырка Есть Завтра Посветлеет Полентим Вентиляции Тут Хватает Кстати Вот эта Сетка В дне Она Хорошо Работает Против Нападов Пчелы Воровки Прилетают Особенно Чужие Они Не В леток Идут Он Сильно Хубок Туннельчик А В сетку Снизу Раз Тык Два Тык А В толку Ноль Потыкались Потыкались И Разлетелись То есть Шухер Начинается Тогда Когда Кого-то Грабят Вот Тогда Все Уже Становится На уши Надо Срочно Найти Там Или Убрать Заткнуть Потому Что Когда Они Один Разобьют Они Тут И По Соседним Начнут Причем Это Свои Чужие Уже Не Важно Бывает Ну Редко После Заселения Через Сутки Открываю Витки На Ночь Надо Перенять Опыт Классный Рано Утром Работать Руки Не Доходят Раньше Чем Восемь Я Обычно На Пасеку Не Выхожу А там Как Услышал Пол Пятом Сколько Я Проспал У меня Кстати Он У меня Достает Помощник Дима Он Работает Пока Видно Уже Даже Налопник Придумал Чтобы Ночью Работать Нормально Да Бак Нормальный Понятия Прикол В рукава Вообще Не жаль Нормально То есть Вот таким способом То есть Основная цель Зимовалого Нука Это Заселение Весной Нуков Ну и Для поддержания Жестнеспособности Этого Всего Хозяйства У меня Еще Есть 25 Семей Которые Летом Находятся Вот В таких Корпусах То есть Они В зиму Идут Двух Разбиваются До Пяти Четыре Пять То есть Это Доноры Которые Резерв Открытого Расплода Корма В основном То есть Они делают Запасы Корма Если мне Нужно Подкормить Нука Вы заметили Нет Кормушек Потому что Корм Особенно Жидкий И дай бог Где-то Капнет Это Все Будет То есть Если надо Кормить Лучше Капнет Безопаснее Я Я Кормлю Доноры Или Вообще Основные Семьи На которых Можно Перегородить В русском Корпус Пополам Оставить 20 таких Рамок Подкормить И Потом Эти рамки Раздохнуть Это Намного Безопаснее Быстрее Сделать Вот Эти Доноры Там Кстати У меня Почти Есть Льняной Материал Сидит В донорах Тоже На таких Маленьких Рамках Тут Сегодня Вспоминали Для того Чтобы Получить Крупную Личинку Надо Крупное Яйцо А Крупное Яйцо Когда Матка Не в полную Силу Сеет То есть Вот В такой Влив Двух Харкуссан Ну Нормально В принципе Вытягиваем То есть У меня На спасительную Басеку Перезаселяем И Дают Меда Где-то Порядка Трех Четырех Корпусов Полностью Запечатанных В рамке Килограмм То есть Как сувенирная Штучка Продать Тяжело Но на шар Иду Шикарно Подарок Такой Это А как Куда не Приходишь Ты Пчеловод И Заявляешься Я Пчеловод На тебя Смотрят А как Докажешь Да Вот Баночка Меда Но баночку Меда Можно купить А вот Когда Достаешь Рамку Она такая Попустите Точно Ты Пчеловод Этот Самый Коррупцию Разводит Коррупцию Это Кстати Президент Коррупция Это Когда тебя Вынуждают Это Делать Если Ты Уже Сам Напрашиваешь Это Немножко Это Называется Подстрекание К Врач Взятки Еще Сам Больше Больше Пострадать Чем Те Взятки Пострадать то есть приятно с ними работать, разбирать, особенно еще когда пчела спокойная то есть особенно когда ставишь корпус вощины, за два дня отстраивают, а через четыре дня все запечатано вот это там, класс, объем маленький, они, кстати, спокойно корпус акации заносят пожалуйста на каком расстоянии у вас расположены углевышки? самая плотная, стоят на двух метрах четыре штуки ну вот коэффициент где-то четыре с места в этом сезоне в чем причина, что на том регионах, на платформу, если роль вышел, то молодая матка это после третьего... после третий... после третий... после третий... после третий... смотри, разливно... с внуками тоже такая точно картина есть матка ориентируется во время влета на свиту, которая вышла на прилетку в павильонах там свитовала пчел, и для них пофиг, пчелы есть, она туда плюхается и очень сильно влияет на влет, по какой ветер в павильоне, очень сильно то есть как только ветер пошел вдоль литков, то есть матку чуть сносит она плюхается на соседнюю прилетку и пошла туда ну и итог чаще всего известен хотя я наблюдал с бакхастом, матка прилетела, стоял корпус наверху она по литку бегала, бегала, там что-то сильно бурно встречали, что она упала вниз а там прилетка основной семьи внизу была, она тут отыкнулась пчелы ее начали смыкать, она взлетела отлетает, но уже не высоко, не на уровень там, где она была а чуть ниже, рядом же прилетка, туда плюх, ее там пощупали, дергают, она опять в четвертый и пошла там время я беру, разбираю, бам-бам-бам-бам-бам смотрю, этот самый, нет открытого расхода то есть она уже, пчелы поняли, что зашла матка, что ее трогать, у нас в своей нет то есть вот она и пошла то есть такое может быть и у меня даже были случаи, человек покупал маток плодных и вот она вылетела на посеке во время подсадки ну он там типа бог взял, ну дал там одну больше там одну не приняли, грохнули в девятую, а эта улетела ну сегодня в восемь подсадил, съел а потом мне через месяц двое, говорит, хохмо, прохожу по ряду с одной семьи желтые пчелы вылетают я говорю, четко знаю, что там сидели серенькие я говорю, я ее разобрал, нахожу матку с меткой баквоста то есть эта матка зашла в семью выкинули свое, осталось это то есть, бывает и такое так еще раз раз, я получал ее матки от Гайдара и в летковой машине еще Гайдара подошел и открыл, нечаянно она вылетела через окноную улицу я говорю, сиди и дыши спокойно она налеталась и в эту же работу летела ну так может быть она могла где-то залететь у меня кстати у меня был случай, когда там я подсаживал пчел к неплодным маткам то есть матки вылупились в инкубаторе я их пометил, выхожу к воспиталке задираю холстик, ловлю пчелы в клетки подсаживаю на отправку неплодных и как-то неловкое движение что у меня ну получилось по пять штук блоки лежали я их как-то дернул и короче через трех крышки открылись ну бывают такие чудо и три матки вылетело я вот там стоял уже и ждал туда-сюда, но одна прилетела там шаскала я ее на прилетке поймал а двух нет, ну сколько можно стоять нет, так кто взял, он дал думаю, схожу вот эту с воспиталки брал у нее же там свой литок в первую рамку поднимаю попа матка там меча наша уже была я ее поймал, закрыл, забрал на следующий день посмотрел, все нормально на третий день открываю, все маточники пересматриваю, есть третья нашлась то есть зашла туда-то в эту воспиталку рядом же, где-то забрал все бывает, все нормально в принципе, ничего такого в принципе и если это если